Фильм мой сейчас достаточно прошел сложную судьбу в период формирования. Сегодня вот мы наконец-то ее увидели на одной пленке, сведенной. Это Лермонтов Михаил Юрьевич. Великий автор, великий поэт, великий драматург. Не получается у нас на экранах. Вспомните, какими полужалкими произведениями были попытка даже талантливого режиссера Ростоцкого сделать фильм «Белую княжную Мерри». Я не говорю о тех немых лентах, которые делали когда-то режиссеры раннего кинематографической зари на Грузии фильмы. То было очень интересно, когда Болхвадзе, одна из красивейших женщин Грузии, играла «Княжную Мерри». Картина была черно-белая. Сейчас Бурляев попытался обобщить это и сам влез в картину. Сделал себе грим только в фаз, а в профил он уже был Бурляев, а не Лермонтов. И сделал из Лермонтова Дартаняна. Знаете, он мушкетер, а не Лермонтов. Были прелестные парики, были прелестные интерьеры, а Лермонтов прозевал Бурляев Лермонтова. Я с большим трепетом взялся снимать, вот по вере Седору Кавказа, две новеллы, куда входил демон. Великое произведение фантастики, демонологии. И вторая вещь, сказка «И слеза моего детства» – это Ашик Кериб. Это бедный Ашух, который Лермонтов записал с уст Турчанки, который рассказал ему. Первая строчка – это было в Кифлизе. Но это он называл другой город, Киплиз, который существует. Там существовал Ашик Кериб, там могилы Ашик Кериба, которые поклоняются. В фильме снимаются удивительные актеры в сочетании с молодым Юрой Мугояном. Сопикоти Аурелия – это мой талисман. Я без нее не снимаю фильмы. И великий актер, тоже мой друг, который впервые вошел в кадр ко мне. И я волновался, и он волновался. Выяснилось, что он создал потрясающий образ. Это Ромас Чхиквадзе. Он играет Пашу. И вторую роль, которую я не мог ему отказать, – это отца. Это фактически две миниатюры, которые играет. Великий актер, я подчеркиваю, великий актер. Фильм построен на восточных мотивах, на восточной архитектуре. Мы отказались от среднеазиатской архитектуры, голубой. Искали натуру, в Баку нашли. И в Баку мы также нашли удивительного композитора, Джаваншира Кулиева. Это удивительная находка для вообще кинематографа. Он в Баку достаточно популярен. Любит современную музыку. И создает современную пластику музыкальную на экранах. Но мне нужна была архаика. Удивительная архаика с мугамами, яшукскими песнями. И вот композитор мой, Джаваншир Кулиев, оказался удивительно гибким. И за короткий срок. Просто, понимаете, ну, самый короткий срок, который мог бы взять композитор на себя, он преподнес нам насыщенную ленту длиною 2000 метров, без паузы одного метра. Она вот такой массой идет. Это очень интересный восток. Изысканный, нежный, благородный и сказочный. Средств у нас сказочных не было, потому что во всей картине так получилось, что не было ни комбинаторов, потому что их нет практически на студии. Не было пиротехников, их тоже нету. Была дана одна только шашка на съемку. Одна шашка дымовая, которая оказалась розовой. Все сейчас говорят, как это талантливо, вы сделали, что она розовая. Музыка Джаваншира Кулиева удивительна. И она заслуживает особого внимания у зрителя и особого восприятия. Я не впервые работаю на восточной теме. Был фильм «Сайд Нова», назывался «Цвет граната». Я недавно сделал картину для английского телевидения. Две части о великом художнике Нико Перосманишвили или Перосмани. Я просто пользуюсь этим случаем. Поблагодарить, знаете, вот красиво встретился оператор наш, звукооператор Кунцев. Они вместе сегодня сидели за пультом, как братья, и создали удивительную гармонию. Мне трудно говорить, потому что я под впечатлением фильма. Меня так душит. Вот победа. Чтобы правильно были подобраны люди, и мы можем советскому зрителю. И титр посвящает этот фильм светлой памяти Андрея Тарковского и юношеству, и детям всего мира. Я благодарю за внимание. И в первую очередь пытаюсь вот через экран. Я хочу поблагодарить в первую очередь композитора. Фильм у нас интернациональный. И самое главное в том, что этого ощутил Марчелло Мастрояне, когда сегодня происходят дни каких-то смут и какого-то удивительной обиды. Я вот, армянин, христианин, снимаю фильм о мусульманском юноше, который прошел через перипетии во имя того, чтобы выкупить свою невесту. И на свадьбу он принес свою мудрость, красоту и мужество. И кесет его был все равно пустой. Он ушел с пустым кесетом и вернулся. Это великая притча о мусульманском. И я благодарю своих друзей, как Лану Гогу Беридзе, что озвучивая материал, я озвучивал героев азербайджанскими актерами. Притча восточная. И азербайджанцы своим шрифтом, своей музыкой. Деван Ширкулиев помогли мне создать балладу. Вот эту притчу о юноше. Фильм должен найти дорогу к сердцам. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...